Свыше 400 жителей Акбосуго, Тиндик и Салкентюр стали владельцами правоустанавливающих красных книг. Легализация своих участков некоторые ждали годами, а другие смогли получить госакты в кратчайший срок. Закрытый доступ к государственным и медицинским услугам и другие социальные нужды теперь для нас позади. Мы, наконец, могли легализовать наши участки. Живу в Желмассиве 7 лет. В прошлом году узнал о земельном месте, сразу подал документы. Трудностей никаких не было. Говорят, еще 800 человек от нашего Салкентюра получат в ближайшее время красные книги. Я еще не живу. Я просто купила участок. А потом это мораторий же объявили. Отберут, не отберут. В сомнении, короче, ходила. Но фундамент построила. Это с 2015 года. Мы не по отдельности. Мы вместе с соседями договаривались и вместе по очереди бегали. Свыше 19 тысяч жителей Чуйской области получили решение на право собственности на землю. Рассмотрено больше 70% заявлений. Препятствием для скорейшего рассмотрения оформления прав являются участки, находящиеся под запретом на свободное использование. Сегодня с ареста удалось снять 401 гектар. Были поставлены на арест правоохранительными органами, судебными органами. Сейчас где-то осталось 100 с лишним гектаров, 122 гектара стоящие на аресте. Там есть спорные моменты. Но я думаю, эти вопросы тоже в ближайшее время мы снимем. 42 с лишним тысячи поступило заявление. На сегодняшний день 19 641 человек получили на руки решение, что они полноправные владельцы этих земельных участков. Сложности в быстром вынесении решений возникают также со спорными участками. Ситуация часто встречается в Соколокском, Сокотинском и Аламидинском районах. Проблемы решались путем переговоров. Всего комиссия трансформировала 60% участков Аламидинского района. В целом по Аламидинскому району поступило на сегодняшний день 13 тысяч заявлений. Более 13 тысяч заявлений, из которых 9700 мы провели через процедуру общественного оповещения. И 7200 мы узаконили на сегодняшний день. Из этих 7200 граждан, получается, заявлений, 5600 граждан получили свои государственные акты на руки. Сейчас комиссия по земельной амнистии направила на общественное уведомление свыше 27 тысяч заявлений. В настоящий день свои земли трансформировали порядка 1500 человек. Как только подлежащие трансформации земельные участки будут легализованы, следующим этапом станут участки на дачах. Путем разъяснительной работы владельцы этих земельных наделов, у кого-то 1 гектар, у кого-то 5, у кого-то 20, 40. И путем переговоров мы, они сами добровольно передают своей земле, собственность государства. И мы это все ставим на баланс Ай-Люк-Матю. Это для чего делается? Для того, чтобы здесь этим путем нам даже легче работать и комиссии выносить решение намного легче. Напомним, что трансформации не подлежат те участки, в которых в соответствии с санитарными нормами запрещено строительство социальных объектов, то есть это земли у кладбищ, свалок, перед линиями электропередач и сельскохозяйственного назначения.